Третий чемпионат Якутии по бодибилдингу, прошедший в минувшее воскресенье в КЦ Сергея Ляхские огни, собрал около 40 участников. Бодибилдинг, фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг. Эти номинации были представлены атлетами в 8 категориях. Более подробно об этом красивом зрелище сегодня нам расскажет Александр Гренадеров, президент Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга нашей республики, собственно организатор этого мероприятия и победительницы третьего чемпионата Якутии по бодибилдингу и фитнес-бикини Варвара Терешкина и Анастасия Ветрова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Александр, первый вопрос к вам. Имена девушек-победительниц мы уже знаем, вот они у нас сидят в студии. А кто победил среди мужчин? Ну, среди мужчин в номинации пляжный бодибилдинг, допустим, до 178 категория победил Петров Гаврил, свыше 178 сантиметров победил Кузнецов Илья. В бодибилдинге до 85 килограмм весовые категории победил Нефанов Виктор, свыше категория тяжеловесов победил Чагин Евгений. Ну, вот в номинации фитнес-бикини девушки выступают, как мы все знаем, да, в купальниках, в бикини, в бодибилдинге мужчины выступают в плавках, да, а вот пляжный бодибилдинг и просто бодибилдинг, да, вот чем они отличаются? Ну, да, совершенно верно. В пляжном бодибилдинге немножко отличается форма. Это, получается, шорты. Шорты должны по правилам доходить до середины колена. Вот, открытый торс, тоже босиком, вот, так как ноги не учитываются судейством бедра, только верх корпуса тела, то есть пресс и так далее. А по каким параметрам вообще, как судья определяет победителя? Параметров очень много. Основной параметр, это, конечно, пропорция, общий, как бы, угол тела, то есть талия, ширина плеч. Если брать, допустим, пляжный бодибилдинг, то это, конечно же, пресс, узкая талия, широкие плечи. Отсюда идет остальное уже судейство. То есть это прорисовка пресса, это детализация, сушка, даже качество кожи учитывается. Тут очень много моментов, это очень, как бы, сложный. А там, вы сказали, качество кожи, даже цветы видят? Ну, если человек видит, там, какой-то, ну, плохая кожа, это тоже учитывается. В бикини, кстати, тоже это. Это общее, гармоничное, да, сочетание всех, вот, всех. То есть просто накачаться, быть погромным, это не поможет. Это уже не поможет, но это ближе, кстати, к бодибилдингу. Но даже бодибилдинге есть свои пропорции, свои каноны, и быть просто большим, этого мало. А вот судьи выходят вот на сцену к участникам прям с сантиметровкой, да? Ну, нет, конечно. Нет, нет. Мерки у них уже есть у всех судьи, наверное. Это как-то визуальное, да? Это только визуальное. Ага. Только визуальное. И неких промеров. Пропорции. Пропорции отсюда строится все остальное уже. Ага. Качество мышц, объем и так далее. Мы знаем, что вот, Варя, вы победили в сале чемпионкой в категории фитнес-бикини выше 163 сантиметров, а Анастасия наоборот, да, ниже, до 163 сантиметров. И мы знаем, что бурное оживление в зале вызвала восьмерка девушек как раз вот в вашей категории. Почему вот что там произошло-то? У нас была сильная категория в этом году. Девочки все очень хорошо подготовились, хорошая форма была у всех. А кто ваши были основными конкурентами? Моя конкурентка основная была Анастасия Романова. А, мы ее знаем по прошлому году, да? Она как раз, по-моему, завоевала. Да, прошлогодняя чемпионка. Очень сильно. Мы ничего ее обошли. Ну, получилось, да. Вы не в первый раз уже участвуете, да? Нет, это мой первый раз. Это ваше первый раз. Мои первые соревнования. И вы сразу знали, кто будет ваша главная конкурентка. Да. Ага, ну, у Варвары зато есть опыт. И в прошлом году вы даже приняли участие на Дальневосточном турнире, да? Вот как все прошло? Вот вспомните, пожалуйста. На Дальнем Востоке очень... Там сильная тоже конкуренция. Участниц очень много. Все на высшем уровне проходило. Там даже намного... Ну, как говорят, что на Дальнем Востоке, в Хабаровске, соревнования лучше проходят, чем в Москве, да? Вот по шоу, да? Там организация, там очень сильная организация хорошая. Вот. И в этом году, надеюсь, тоже так же. Мы знаем, что в этом году победители, чемпионы отправятся покорять Дальний Восток, а получается, чемпионы отправятся в Хабаровск. Да. У нас в этом году такая ситуация, что сначала будет... Сначала была республика наша, чемпионат республики, потом будет Хабаровский край, и только потом будет Дальний Восток. Ага. И после Дальнего Востока будет уже чемпионат России. И у нас уже есть свои заявки, но вот конкретно Илья Кузнецов уже заявлен даже на чемпионат России. Вот. Пока больше никто из ребят не изъявил желание. Сейчас посмотрим по результатам, может быть, действительно, Хабаровского края, Дальнего Востока, может быть, кто-то еще. То есть, получается, будет такая, как бы, сборная между республики... Турн, да. Республики Схайкуте и Хабаровского края, да? А там все соберутся. Ага. Там не только Хабаровский край. Сейчас будет там Приморье, Дальний Восток, вот. Когда вы отправитесь в Хабаровск? В субботу. Уже в эту субботу, да? А кто поедет? Варя или Анастасия? Анастасия. Анастасия вы поедете, да? Анастасия поедет, поедет Илья Кузнецов и поедет Евгений Чадин. Ага, в Астроево, да? Да, мы собрали довольно сильную команду. Каждый представитель своего вида спорта. Один в бодибилдинге выступает, другой в пляжном бодибилдинге. И Анастасия выступает в фитнес-бикини. Вопрос к девушкам. Вы сейчас как-то отдельно готовитесь? Или ваша задача сейчас отдохнуть от недавнего конкурса? Я продолжаю готовиться. То есть также соблюдая питание. То есть белок, клетчатка. Отдыхать уже нельзя? Да. Отдыхать уже нельзя? Времени нет на отдых. А отдохнуть когда можно будет? После, допустим, республиканского будет российский, наверное. Просто предполагаю. Заканчивается, конечно, все российский. Если мы поедем туда, допустим, с Анастасией, то только тогда будет уже отдых. Только тогда. Мы слышали, что процесс подготовки, в частности, сушка, достаточно такой жесткий процесс подготовки, когда кушаешь только белок. Когда же вам уже можно покушать кашу? Утром хотя бы. Когда этот момент наступит? После всех турниров, наверное, да? Да, после турниров. После Хабаровска, Дальнего Востока и Москвы, может быть. Да, уже по окончанию. А можно по поводу диеты как раз-таки узнать? Вот что вы, как вы завтракаете? У нас утренняя передача, и мне очень интересно. В данное время у меня завтрак не отличается от остальных приемов пищи. То есть все довольно однообразно. Куриная грудка, либо яичные белки. И обязательно с каким-нибудь овощем, с клетчаткой. А вот много вот в ладошку там должно вместиться? Ну, я визуально. Ну, примерно, да? Я просто знаю, как себе готовить, да. А у вас где-то не отличается такая же, да? Ну, так же отличается. Ну, так как я сейчас не еду на Хабаровск, на Дальний Восток, я постепенно прибавляю углеводы. То есть не все сразу, да. Вот надо все в режиме постепенно, постепенно, чтобы организм привыкал. Потому что тоже нагрузка такая, не белком и овощами питаться. И поэтому... А если сразу? Хочется же, ну, тортик мы с девочками уже за кулисами, когда после соревнований... Поправляемся очень быстро. Ну, Варвара уже может себе позволить кашку, как раз она может уже. Позволить кашку, это грустно звучит. Позволить себе кашку. Я кашку ем, чтобы держать себя в порядке. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Мы желаем вам удачи. Анастасия, будем за вас оболеть. Спасибо. В Папаровском турнире, в Дальнем Восточном. И надеюсь, что вы попадете и на российскую сцену, да. Поэтому ждем вас, опять-таки, у нас в гостях. Конечно, по итогам обязательно мы вас ждем. Продолжение следует...